Воздух сегодня пропитан любовью и счастьем, а всё потому, что программа отдела кадров и телеканал Рутовы приехали на съёмку нового клипа группы А-студио. Пойдёмте посмотрим. Беременная столистка Кэти Тапурия прямо сейчас в кадре работает как лошадь. Это несмотря на то, что совсем скоро ей предстоит родить первого в своей жизни ребёнка. На этот раз казахско-российский коллектив при создании ролика решил обойтись своими силами и сделать клип минималистичным. Абсолютно девственно белый павильон украшает музыканты группы с их инвентарём. Собственно, сама Кэти Тапурия и плод её любви. Вот и вся задумка. Я так понимаю, что сегодня вы без режиссёра обошлись и даже я знаю, что в итоге монтировать работу вы планируете сами. Да, у нас уже накопился какой-то опыт работы над клипами. Мы всё время работали с режиссёрами. Но у нас прекрасные... Как вы не умели монтировать? Иногда приходилось вмешиваться очень часто. Но мы работаем, самое главное, что у нас прекрасный оператор Макс Асачи. Это маэстро вообще видео, кино. И поэтому мы думаем, что в клипе самое главное красивые кадры. А там уже всё остальное как-нибудь еще. То есть это способ сэкономить, может быть, на режиссёра. Потому что я знаю, что артисты очень часто не согласны ни с кадрами, которые выбирает режиссёр в финальный клип. Ни там с ракурсами, может быть. То есть это такое... Вы убили всех зайцев и сэкономили. При этом знаете, что вам нужно, конкретно лично вам. И будете исходить из этого. Совершенно верно. Всё вместе, можно сказать. Потому что всё равно всегда вмешиваемся. Всё равно всегда как-то... Я лично вообще всегда недовольна. В чём сюжет клипа? Как я понимаю, что сюжета как такового нет. Просто белое пространство. Иди, что нет его. Вот посмотрите сюжет. Я ненавижу, когда сюжет есть клип. Вот она любовь. Да, не люблю, когда есть какие-то вот... Ну, короче, что-то надо сыграть там. Какой-то сценарий, прям фильм. Ну, очень редко, когда это смотрится хорошо. И это было раньше хорошо. А сейчас вот хочется всё вот такое простое, чтобы просто классно смотрелось по-современному. Надо отметить, что все предыдущие видеоработы о студио безумно стильные, качественные и к тому же весьма дорогие. ПЕСНЯ Как признаются музыканты, песня «Вот она, любовь» настолько лёгкая и искренняя, что и клип должен быть без заморочек. Столистка отказалась от футуристичных нарядов и космических причесок. Чёрная майка, кеды и джинсы с расстёгнутой пуговицей, чтобы ей было легче дышать и будущему ребёночку комфортно сниматься. Наработавшись с знаменитыми режиссёрами и сценаристами, участники коллектива решили даже смонтировать кадры самостоятельно. Все вы будете показывать, господи, первый клип, где я беременна. Вы чё, шутите? И последний, да? Почему последний? В принципе, может быть, да. В этом году точно последний. Спонсоры, где вы? Где вы спонсоры? Не надо. Если бы были спонсоры, они бы тут повесили, например, баннер, прокладка. Зачем это нам надо? Солют. Да, или водка. И представляешь, я беременная с водярой. Мне кажется, это ужасно. Мы заметили странное совпадение. Вместо калорийных блюд, сопровождающих обычно съёмочный процесс, на площадке преимущественно домашняя еда. Компоты, фрукты и тушёные овощи. Видимо, в период своей беременности Кэти приобщает всю команду к правильному питанию. Кстати, коллеги с радостью подмечают не только изменение гастрономических пристрастий солистки, но и эволюцию её внутреннего мира. Мне кажется, Кэти стала, конечно, поспокойнее, по уравновешенней, потому что, естественно, она готовится стать мамой. То есть она когда-то давным-давно появилась в нашей жизни такой девчонкой, по прыгуни, такой, в общем, прыгала с какао. Она до сих пор с таким же замечательным, таким активным характером, но вот сейчас она стала как-то более спокойно. Я думаю, что не так легко же носить себе ребёнка и прыгать, и что-то ещё делать. Поэтому это вполне естественно. Вообще беременность ей к лицу, надо заметить. Она прям похорошела, расцвела, такая женственная стала. Мы её оберегаем всячески и стараемся, чтобы ей было комфортно. Но мы думали, я думал, что будут какие-то капризы. Но вы знаете, все женщины по-разному себя ведут, и беременность у всех по-разному проходит. Поэтому я не заметил никаких особенных там спильчевых моментов. Чтобы зрители не переживали за их беременного кумира, программа «Одел кадров» решила лично из первых уст узнать о самочувствии Кэти Тапурия. Кэти, сейчас будет небольшой перформанс от телеканала РУ-ТВ. Мы все переживаем и ждём этого важного события. Стерильный халат, докторский, шапочка. Итак, бежим к Кэти. Такой небольшой перформанс решили мы организовать. Скажи, пожалуйста, сперю у нас будет такой небольшой терапевтический допрос. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, мне кажется, лучше тебя точно. Я отлично себя чувствую. Вот никакой разницы нет, что я беременна, что я не беременна, и состояние вообще идентичное. Единственное, может быть, если я тогда вообще не уставала, сейчас я как бы чуть-чуть устаю, и так чуть-чуть, ну, через часа пять я думаю, что я захочу присесть. Я слышала, что у тебя будет мальчик. Это правда? Я вам не скажу. Нет, это секрет. Я вот ставки сейчас как раз принимаю, поэтому... Ну, да, работает. Можете занести деньги. Атмосфера на площадке мимимишная и очень няшная. Главному оператору Максиму Асачему то и дело помогает юный спец. В перерывах между дублями основатель группы «Байгали» учит свою дочку Сану, а зам шоу-бизнеса. Ну, а еще нерожденный первенец Тапурия уже главный герой короткометражки. Я, главный доктор телеканала РУ-ТВ, делаю официальное заявление. Кэти Стапурия абсолютно здорова, а группа Астудио живее всех живых. И прямо сейчас новый клип на мега-хит группы «Вот она, любовь» в эфире телеканала РУ-ТВ. С вами была программа «Отдел кадров». Закрывайте двери и смотрите телеканал РУ-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok